Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко, и сегодня поговорим о реформе, можно так назвать, режиме пребывания иностранных граждан, режим 9080. Сейчас мы рассмотрим вопрос, который касается граждан из безвизовых стран, пребывающих в Российскую Федерацию. Это очень важно, потому что многие задавали вопросы по реформе данного режима, будет ли он продлен и так далее. И вот в Государственной Думе в первом чтении на прошлой неделе был рассмотрен законопроект о внесении изменений в федеральном законном правовом положении иностранных граждан в части дополнения статьи 5, которая регулирует именно временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации. Новым пунктом, пункт 10, данный пункт даст возможность продлить срок пребывания, временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, то есть из безвизовых стран, например, Украина, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия и так далее, являющаясь членами гражданина Российской Федерации или странного гражданина, имеющего вид на жительство в Российской Федерации, то срок данного гражданина, срок его временного пребывания, вот эти 90 дней, будут продлеваться на срок до одного года из дата въезда в Российскую Федерацию. Значит, указанный срок также может неоднократно продлен, но не более чем на один год каждого, соответственно, периода продления. Это очень важное изменение, это серьезное изменение в законе о правоположении стран и граждан, потому что даст возможность иностранным гражданам, имеющим близких родственников, граждан России, или имеющих вид на жительство в России, уйти вот от этого режима 90-180. Во-первых, это суммирование бесконечно в течение 180 дней. Во-вторых, малейшее нарушение дает возможность оформления запрета на въезд, то есть неразрешение в обиходе запрет на въезд в Российскую Федерацию. Поэтому это, конечно, многих избавит от этой проблемы, административных споров и так далее. Это первое. Второе, значит, кто же является членами семьи? А членами семьи, согласно данному законопроекту, является супруг, супруга, дети, в том числе усыновленные дедушки, бабушки, внуки, родители. Нет сестер и братьев, я думаю, что тоже также должны быть несены изменения. Будем следить за прохождением законопроекта уже во втором чтении. Сестер и братьев нет пока. Но, как я уже сказал, есть супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки. Вот эта категория близкие члены семьи, которые могут выступать и быть гражданами Российской Федерации, или имеющие вид на жительство. Вы, соответственно, основанный гражданин. И в случае принятия одобрения данного законопроекта, можно будет продлевать себе иммиграционный учет до года и, естественно, получать статус. Например, вид на жительство по родителям или по детям. РВП по браку, в последующем вид на жительство и так далее. То есть это очень серьезные изменения, как я уже сказал, которые избавят от лишних возможностей со стороны госорганов оформления незавершения на въезд в отношении иностранного гражданина, который нарушил режим 90-180 и не выехал, например, вовремя. Также избавят от этих формальных оформлений патента трудового договора, потому что мы понимаем, что многие иностранные граждане вынуждены это делать для того, чтобы продлить этот режим 90-180. Тем самым устраняется несправедливость, которая возникла в результате другого законопроекта, который тоже принят в первом чтении. Предусматривает он возможность оформления многократной долгосрочной частной визы. Помните, да, мы его обсуждали, этот законопроект. Вот, по близким родственникам, которые являются гражданами Российской Федерации на основании письменного заявления. Вот, сразу скажу, что здесь, в данной категории, тех, кто из визовых стран, там именно по гражданам Российской Федерации, а вот законопроекты, которые вносятся изменения в правовое положение иностранных граждан, там указаны близкие родственники, граждане Российской Федерации и имеющие вид на жительство. То есть здесь перечень именно вот этих возможностей близких родственников, статуса, да, у которых есть гражданство и у которых есть вид на жительство, в отличие от визовых стран. Там конкретно прописано, что только граждане Российской Федерации. Вот, и тот и другой законопроект сейчас ожидает несения, значит, поправок, изменений, так что последим за теми уточнениями, которые будут внесены депутатами и, соответственно, дождемся рассмотрения во втором чтении. Будем надеяться, что данный законопроект и первый, который касается безвизовых стран, продление режима 90-180 до одного года по близким родственникам, являющим гражданам Российской Федерации, имеющим вид на жительство, и по второму законопроекту, значит, который касается оформления многоотратных виз по близким родственникам, значит, гражданам Российской Федерации, будет рассмотрен все-таки весеннюю сессию, вот, одобрен Советом Федерации и Президентом России. Потому что это действительно реформа, определенная именно режима пребывания и даст возможность иностранным гражданам в течение этого года оформить тот или иной статус в Российской Федерации и выйти на гражданство России. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в решении миграционных вопросов. Всего доброго. Счастливо.